мир всем с миром принимаем у виктора занятия слава богу аллилуйя так как меня слышно нормально хорошо так ну что всех всех любителей слова божия присоединил так молимся так вот маленечко сделала царю небесный утешителю души и стены и же везде с и и вся исполняя сокровище благих и жизнеподателю при идее селися вны и очистены от всякие скверны и спаси блаже души наша отец наш небесный просим твоего благословения на сей занятия помоги нам господи не уклоняться ни вправо ни влево от истинного понимания слов твоих господи научи нас быть не только слушателями но исполнителями слов твоих ибо ты сам сказал блаженный слышащие соблюдающие слово твое тебе за все хвала слава чести поклонения отец сын и святой дух аминь во имя отца и сына и святого духа аминь так ну и сегодня мы будем с вами рассматривать евангельское чтение которую православных храмах читалась евангелие от луки 8 глава с 5 по 15 стихи вот я предлагаю весь отрывок сразу прочитать а потом уже читать толкование блаженного фифилакта и так от луки 8 5 15 текст виден на экране да ну вот начнем с 4 там блаженного фифилакта с 4 стиха когда же собралось множество народа из всех городов жители сходились к нему начал говорить притчу вышел сеять и сеять семя свое и когда он сеял иной упала при дороге было потоптано и птицы небесные поклевали его а иной упала на камень и взойдя засохла потому что не имела влаги иной упала нам между тернием и выросла терния и заглушила его а иной упала на добрую землю и взойдя принесло плод старичный сказав сие возгласил кто имеет уши слышать да слышит ученики же его спросили у него чтобы значила притча сия он сказал вам дано знать тайны царствия божия опрочем в притчах так что они видя не видят и слыша не разумеют вот что значит притча сия семя есть слово божие а упавшие при пути это суть слушащие которым потом приходит дьявол и уносит слово из сердца их чтобы они не уверовали и не спаслись а упавшие на камень это те которые когда услышат слова с радостью принимают но которые не имеют корня и временем веруют а во время искушения отпадают а упавшие в тернии это тем которые слушают слова но отходя заботами богатством и наслаждениями житейскими подавляются и не приносят плода а упавши на добрую землю это те которые услышав слова хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении сказав это он возгласил кто имеет уши слышать да слышит и блаженного фефилакта рассмотрим конечно много раз мы слышали эту притчу так сказать классическая притча до библейская но вот слово божие это океан премудрости и когда читаешь его снова и снова открывается что-то новое вот что-то не замечал толкование посмотришь и с другой стороны откроется и так от луки 8 глава 4 стих когда же собралось множество народа из всех городов жители сходились к нему он начал говорить притчу вышел сеять и сеять семя свое и когда он сел но упала при дороге и было потоптано и и птицы небесные поклевали его иной упала на камень и взойдя засохла потому что не имела влаги а иной упала между тернием и выросла терния заглушила его а иной упала на добрую землю и взойдя пронесло плод старичный сказав себе возгласил кто имеет уши слышать да слышит ученики же его спросили у него чтобы значила притча сия он сказал вам дано знать тайны царствия божия прочим в притчах так что они видя не видят и слыша не разумеет толкование блаженного феофилакта ныне сбылось то что давно сказал давид от лица христова открою сказал он уста мои в притче псалом 77 2 господь притчами говорил по многим целям именно чтобы слушатели сделать более внимательными и возбудить ум их к исследованию того чем говорится ибо мы люди обыкновенно более занимаемся прикровенными речами и на ясные мало обращаем внимание и чтобы недостойные не поняли того что говорится таинственно и по многим другим побуждением говорит он притчами вышел сеятель то есть сын божий вышел из недородца из своей сокровенности и сделался видимым кто же вышел тот кто всегда сеет ибо сын божий не перестает всегда сеять в наших душах он сеет наших душах добрые семена не только тогда когда учит но и через мир сей и через те явления которые совершаются с нами и около нас он вышел не за тем чтобы погубить земледельцев или выжечь страну но затем только чтобы сеять ибо земледелец часто выходит не за тем только чтобы сеять но и за другим он вышел сеять семя свое ибо слово учения у него было собственное а не чужое пророки например что не говорили говорили не от себя но от духа почему и говорили они это говорит господь а христос имел семя свое потому почему когда и учил он не говорил это говорит господь но я говорю вам когда он сел то есть учил иное семя упало при дороге не сказал он сеятель бросил но она упала потому что сеятель сеет и учит а слова падает сердца слушателей они то и оказывается ли дорога или камнем или тернем или землей доброй когда ученики спросили о притче господь сказал вам вам дано знать тайны царствия божия то есть вам желающим научиться ибо всякий просящий получает а прочим недостойным таинств они сообщается прикровенно и таковые кажутся видящими но не видят и слышащими но не разумеют и это для их же благо ибо христос для того сокрылся ей от них чтобы они познав таинство и презрев их не подпали большему осуждению так как знающие пренебрегающий достоин тягчайшего наказания премудрость божия так устрояет спасение и видит сердца человеческие господь видел их потому что он бог и видит что одним тайну нужно открыть а другим прикровенно сказать да чтобы они заинтересовались или не заинтересуются но большего они знать не будут с них и спрос меньше другой пример когда господь преобразился и сошел с горы преображения об этом не разглашалась он и сказал что это не нужно разглашать почему потому что как объясняет толкователи слова божие когда увидеть на кресте висящем христа то могли бы соблазниться если бы эти тайны были раскрыты преображение да потом увидели на кресте да какой же это бог какой же это сын божий поэтому все до времени господь как бы придерживал эти знания всему свое время вот раньше так года два назад начиналось радио россии словами экклесиаста всему свое время действительно всему свое время и вот как я уже сказал это классическая притча наверное может быть некоторым да и порой мне кажется что мы уже много раз слышали знаем все но понятно что сердца людей имеют разную почву при дороге терния каменистая земля добрая добрая конечно мало потому что мало спасающийся но я хотел просто поделиться какими мыслями что у меня такое сердце было да и бывает как ни странно да и может быть и вы тоже согласитесь этим сердце было какое каменистая когда я читал писание вот еще до того как попал на занятие она мне касалась с миром она мне не касалась я читал новый завет полностью прочитал не уверовал а почему-то читал вот что-то было такое стремление вот дальше когда на занятия пошел как вот говорит златоуст язык это пулук язык проповедника плуг то есть начинает спахивать сердце человеческое да господь через проповедника вот но через игнат тихоныча и начинает семя уже добра прорастать но вот оно проросло и бывает с нами так что мы суетой и том числе со мной это было суете погрязли где-то как-то что-то произошло и семя заглушается если мы не бодрствуем вот бывает что на каменистая земля вот с радостью принимает но какое-то искушение испытания вот мне помнится на занятие в барнауле ходил человек такой серьезный как бы намерение у него было дальше продолжать ходить но когда узнал что мужчинам нужно бороду отпускать что это по закону божьему и так вот в общине крестовоздвиженская он с нами как бы сближался уже но вот там семейные какие-то у них начались конфликты естественно что то половинка не захотела и все он отпал не стал ходить так это же внешний вид но внешне златоуст говорит очень важный на кого-то горит христианин похож ржошка говорит там жеребец присущаешься как свинья и так далее он перебирает слова златоуста есть так а что от христианства то остается внешний вид и господь тоже определяет и благочестие вот и вот это семя брошенное тоже на каменистую землю вот я просто обращаю внимание на себя обычно мы до разбираем это с какой позиции что сердца людей все это правильно да а вот посмотрите действительно мы проходим через эти стадии или прошли уже да если мы бодрствуем но насколько это получается бодрствует бывает расслабление бывает нерадение бывает ленность а дьявол не дремлет и наши сердца становятся каменистыми суете погрязаем суета-сует сказал экклесиаст но это вот характеристика к этому западному миру где тут селение население находится да одно кончается табличка начинается другое селение даже и нету пространство полей и это суета-сует постоянная погружаешься в нее мы же в миру живем до слова божие заглушается но поэтому нам нужно его читать постоянно опять же напомню святителя на златоуста если вы не читаете он обличал паству то вы нарушаете не знаете не знаете вы нарушаете нарушаете вы погибаете это все потому что вы не читаете вот что касается именно как бы моей души ну и каждый к себе это отнесет что вот эти вот стадии как бы он прошел может быть или проходит у кого-то может быть и не так свой опыт ну вот я рассказал свой кстати я второй раз читал новый завет настойчиво тоже и снова не понимал не было того кто бы мог растолковать у кого-то ум проясняется читает слово божие без толкования начинает веровать но вот я когда услышал толкование тогда процесс пошел а это было значит 14 февраля 1994 4 года как для себя называть день евангелия вот потому что я услышал евангелие и толкование отцов церкви именно и правильно понимание я раньше слышал евангелие ходил баптистом там девяносто третьем году был но там толковали по своему что ты маша думаешь все так сидели ну как бы по кругу и наставник у них свой был владимир помню звали старший брат так называемый он постарше был лет может быть около 50 но молодежь то молодежь на группа занималась молодежь лет 20 там 18 такая вот 25 может быть прочитают тогда читали послание первое послание и она и спрашивает ну что вы думаете ну а что я думаю когда у меня вообще никаких мыслей читая она просто закрыта это слово божие на брошенное на нуд при дороге таких людей мы наблюдаем очень много при дороге семя брошенное кто невнимательно слушает кто интересуется другим кому интересны футбольные матчи может быть примеру говорю да и но просто я почему это привожу пример франции это страна футбола но все на расслышали прошлом году первое место заняли но действительно спорте они заботятся о здоровье и вот небольшом пригороде но относительно небольшое где мы живем здесь футбольных полей я даже не мог сосчитать сколько десяток это точно есть такие заброшенные футбольные поля занимается спортом прекрасно ну а где приоритет слова божьему ну нету его приоритета занимается чем чем хоть чем но лишь бы не словом божием 7 оброшенной при дороге а ведь его слышно везде его практически слышно на скольких языках его слышно как называет но это говорят бестселлер библия да есть такое слово ну как-то непривычно слово божье это слово бога живого оно переведено на больше чем другие книги языки мира и даже самые отдаленные дикари слышат и слышали и сейчас она по волнам вот это может быть и говорится о том что в откровении увидел я ангела несущим евангелие да то есть по волнам эфира она распространяется невидимым образом мы с вами общаемся это все через этот интернет и по этим частотам там их гигагерцы насчитывается но герцы я напомню что это колебание в секунду и все это господь позволяет слышать слава благодарения богу поэтому сердца человеческие многие окаменены но опять же повторюсь проповедники почему господь и посылал и посылает и говорит нам через слово божие через толкование блаженного фефилакта и златоуста идите научите все народы сказано кому это тогда это было сказано апостолом если я с вами во все дни до скончания века ну как сопоставленным может господь быть до скончания века они выполнили миссию божеством на земле и их в основном всех кроме и она казнили мученики были перешли вечность а другие где проповедники они остались в истории по векам мы их можем видеть но конечно они скрыты потому что жития мы читаем там о монашестве да мы это знаем и прославление от монашества но кое-где как допустим александр неусыпающий был такой у него псалтыр чтение было он избрал 70 учеников которые ходили по ближайшим селением проповедовали на замечательно но таких мало первые века особенно вот этот огонь веры распространялся и господь говорил будут слушать не будут и апостол павел говорил духом святым проповедую вовремя и него время то есть идите проповедуйте всей твари некоторые понимали даже так что и животным был такой причисленный клику святых кукузель и он животным проповедовал некому было больше он пастух был пошел и давай им говорить ну а почему не отрабатывает на этом спержин на ложках проповедовал а там подобом сидели эти бомжи и они к себе это отнесли и сердце у них было спахано проповедником и они приняли слово божие он говорил ложкам тренировался просто и спахал те сердца которых он и не видел и не знал что не вот так господь делает вот ну еще какие-то дополнения может быть у кого-то какие-то мысли пожалуйста меня хорошо слышно просто чё-то иногда здесь разъем да хорошо слава богу дополнения какие есть вот ну пока нет но еще скажу что почему притчами да тут объясняется притчи почему божья премудрость тайны царствия божия как можно было объяснить господь это объяснял на простых примерах мне вспоминается еще фильм если кто не видел посмотрите ну прямо в интернете наберете сразу найдете из искупление называется где-то около 50 минут идет я считаю что это один из лучших может даже лучший фильм духовный ну что он не длинный там не заснешь иуда главный герой он уверовал стал христианином пришел свой дом и стал проповедовать и христе и как там воспринимали братья его некоторые ожесточенные были а молодой там иосиф по моему он был за слушать слово божие то есть у одного сердца доброе сердце добрая почва другого семя брошенное при дороге ожесточенные иудеи которые считали его как ну как за еретика вот искупление и там вот это вот причем он момент такой показан вышел сеять и сеять он старался любой момент улучшить чтобы своим братьям именно иудеям которые не знали христа проповедовать им вот и в конце показано как отец уверовал господи это правда он воскликнул так мессия пришел пришел и даже вот со слезами смотришь синодальный перевод я даже конспектировал этот фильм какие стихи из писания там приводится очень много и у меня даже была идея провести занятия потеряевки по этому фильму но я упоминал об этом фильме искупление вот это сеятель и таких сеятеля было очень много были бродячие проповедники из древней истории церкви известны когда мы читаем даже деяния святых апостолов апостолы были в иерусалиме а рассеявшиеся ходили и благоествовали слово божие рассеявшиеся это были обыкновенные миряне христиане которые услышали поверили и пошли исполнять этот пожар при рождении церкви невозможно было остановить ни нероном не декию никому три века было были такие лютые гонения церковь очищалась через эти гонения сейчас просто такое время время комфорта время когда в самости люди просто бродят и погибают время когда священники отступают от основных истин православной веры и даже библию не принимает как за слово божие то есть отступление глобальный и сердца людей настолько окаменены и суетой погрязли и уже учениями различными вот это тернии волчься это брать и розу мира даниила андреева к сожалению я тоже до знакомства с библии до занятия и читал считал что это истинное учение был заблуждение роза мира ну никому не советую читать там блевотина вымыслы человеческие и сатанинские там все перемешано вот эти учения постоянно сеются мы видим это в эфире только новости откроешь какие-то программы передачи сеется значит сатана своих адептов ставит да что христос там существовал и помните как мастер и маргарита да позвольте вы утверждайте что он не существовал да его просто не был так вот знайте что он существовал этот волан сатана сам сидит обольщает людей но он тут он уже сказал да существовал как же вы не верите да в истории людей принимают мы это в советское время изучали александр македонский все а христе нету речи почему сатана скрывал христос и библия библия христос но видим что это семя слова божия сеялась кровью мучеников и возрастали все новые и новые ростки благочестия особенно при гонениях вот как трудно сохранить веру когда нет гонений за того сговорит что когда вот отсутствие гонения это даже в какой-то степени хуже гонений а если так задуматься действительно люди христиане настолько охлаждение происходит и когда у деки пришел всего несколько лет он был он власти и начались гонения убийства христиан массовые казни тогда церковь настолько очистилась так ну вот еще какие-то дополнения есть идем тогда дальше от луки 8 глава с 11 по 15 стихи вот что значит притча сия семя из слова божия упавшая при пути это суть слушащие которым потом приходит дьявол и уносит слово и сердце их чтобы они не уверовали не спаслись а упавшие на камень это те которые когда услышат слово с радостью принимают но которые не имеют корня и временем веруют а во время искушения отпадают а упавшие в терни это те которые слушают слова но отходя заботами богатством и наслаждениями житейскими подавляются и не приносят плода а упавшие на добрую землю то те которые услышав слова хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении сказав это он возгласил кто имеет уши слышать да слышит толкованием три разряда людей которые не спасаются по этой притче первому относятся те которые подобны семени упавшим при пути то есть совершенно не приняли учения ибо как дорога утоптанная избитая не принимает семени потому что она жестко так и жестокосердые совершенно не принимает учения потому что хотя они слушают но без внимания вот когда в чат рулетку братья выходят и беседует видно таких большинство семя брошенное при дороге вот недавно брат вячеслав выходил знаю на связи он или нет конечно сложно это со стороны я просто поделиться хочу я сам ни разу еще не выходил даст бог может когда я выйду но со стороны так вот думаешь ну чё же вот так вот тот сказал брат надо бы но со стороны каждый мнит себя стратегом есть такие слова конечно же молиться надо всем всей общине и всем нам о том чтобы господь положил правильное слово сказать потому что люди мы видим какие сквернословят блудят пьют едят постоянно обжорство бог чрево да ну и к таким господь пошел мы видим они так что то я к этим не пойду давайте я к тем которые будут принимать не от идите по всему миру и проповедуйте всей твари вот и видим вот эта категория людей у которых сердце каменистое твердое большинство наверное но кто принимает единицы принимают но потом не знаем как беседуют и даже благодарят и видим что лица в них такие добрые просвещаются это мало таких да вот дальше толкование к другому относятся те которые подобны семени упавшему на камень то есть те которые хотя и приняли учение но потом по немощи человеческой оказались бессильными перед искушениями третий же разряд это те которые знают учение однако же подавляется заботами житейскими и так три части погибающих одна спасающихся таким образом спасающихся мало а погибающих очень много 3 книги ездра говорится что как капля по сравнению с волной столько спасается ну волна ли гигантская да или капля да господь и говорил что много не будет не бойся горит малое стадо ибо отец небесный благоволил вам дать царство небесное смотри как он говорит относительно подавляемых заботами житейскими не сказал он что они подавляются богатством но заботами о богатстве ибо не богатство вредит а заботы о нем потому что многие получили пользу от богатства раздав его на утоление голода бедных так ну-ка какие тут сообщения посмотрим я просто увлекаюсь увлекаюсь не но если какие дополнения братья и сестры то так можете высказывать я не всегда смотрю увлекаюсь увлеченный так сказать словом божиим вот в терпении дальше толкования сказала ради тех которые на камень они принимают учение но не устоя против нашедшего искушения оказывается негодными вот я привел пример выше а мужчине но были сестры у нас в крестовозвиженской общины потом отходили снимали платки в через какое-то время сожалению человек полностью с миром соединялся накрашенные в штанах и все начиналось просто это противление против головного убора это не просто противление вот ну так вот друг захотела она не стой ноги встала нет это противление богу вот и мы видим это вот особенно в западном мире здесь в приходах то бывает что противление это на каждом шагу мы сегодня проезжали мимо собрание сектантов и они вышли но слушайте это просто как после дискотеки настолько деградацию сектантов это вообще ну православные конечно тоже но это еще даже перешагнули прямо накрашенные как вот в ярко накрашены не то что накрашена ярко ну естественно женщины там штанах в обтяжку и страшно смотреть конечно деградации и обмерщение везде она семимильными шагами вот у нас в нашем на нашем корабле православии отступление от бога все дальше и дальше все ближе вот это вот апокалиптическое приближение конца света так вот в терпении чтобы не было такого что вот что-то случилось а мне там жена сказала мне там муж что-то не так все от человека угоди и все не хватает терпения с такое выражение переходи на долго терпение но это не библейское такое оно как бы душеполезное выражение но и господь говорит терпением вашим спасайте души ваши терпением без этой добродетели ничего не будет мы видим это каждый на своем опыте что молитве терпение в посте в терпение в благовестии терпение при беседе с людьми да тем более с такими которые ругаются сквернословят которые просто грехом поражены напрочь убиты грехом там супер терпение нужно и дальше толкование видишь ли как он сказал о спасающихся хранят и приносят плод в терпении и через эти три свойства отличил их вот не содержащих каковы те которые при пути вот не приносящих плода каковы те которые в терниях и от не переносящих нападая нападшего на них искушения каковы те которые на камень вот в господь объяснил ученикам своим которые интересовались что значит себя притча но есть стихотворение кстати по этой теме я когда готовился занятием вспомнил вот из христианских песнопений но это с протестантов конечно сейчас я на экран выведу прочитаю вам но потом в конце можно и песнопение спеть слова языкова или языкова как правильное ударение знаю музыка ксель если бросить зерно если бросить зерно если бросить зерно что тогда будет с ним если вдруг упадет при дороге она то достанется птицам одним припев нам господь говорит будет ли слова расти как нам жизнь изменить и добрый плод принести если бросить зерно в каменистых горах там где солнце печет и безводный песок пожалеешь потом о бесплодных трудах не взойдет ни один колосок если бросить зерно под высокий забор где колючки торчат и растет лебеда то пожнешь ты одни сорняки или ссор а плодов не найдешь никогда если в добрую почву посеешь зерно твое дело пойдет очень скоро на лад золотым урожаем вернется но в 30 крат 60 во 100 крат вот но стихотворение то по евангелию правильно то есть именно вот притча сеятели и так дополнение вопросы если возникли какие может что-то из святых отцов там кто приведет а ну пожалуйста семя куда упала на какую почву то я тут стараюсь стараюсь она куда падает не знаю как сердца ваших четвертая четвертая семья показывает что именно четвертая земля да она как раз и спасается первые две три либо в тернии засыхает да да либо каменистая тернии это сейчас и наше время в которой мы сейчас живем вот эти житейские дела изобилие всего мера беззаконие переполняет чашу да это тернии наше поколение как раз и растет в это время да это не только на западе это везде даже и в африке да и там притя указана вот как раз четвертое семя то есть показывает что очень мало спасаемых ходите узкими вратами да но об этом мы говорили да еще дополнением так нет дополнений да но вопросы и вопросов нет не у меня вопрос есть ко мне вчера сестра пришла тоже мы общались по слову божьему и она говорит я готовлюсь к причастию я хотела спросить вот сейчас поста нету перед тем как причаться нужно и батюшка сказал что три дня поддержать пост натощак а я такая думаю раз нету поста зачем поститься причастию то есть как правильно делать нужно как правильно сейчас же нету поста нету поста но если человеку нужно он возлагает пост вот такие были примеры вот я когда в потеряевке жил например у нас был престольный праздник 16 сентября святого анфима некомедийского и я какой-то год решил причаститься три дня я соблюдал пост и подготовился ну такое бывает что постом не получилось что-то у христианина да никто нам не запрещает чтобы подготовиться не она просто давно не причащалась я решила подготовиться и батюшка я сказал что нужно три дня это попасть и со мяса вообще не кушать и поэтому я спрашиваю то есть как правильно то есть попасть натощак да правильно батюшка в этом случае правильно говорит но у нас рпцз поэтому так сказал да почему бывает что и не только рпцз еще что-то сохраняют батюшки основы веры какие то конечно надо я вот недавно по моему даже выставлял этот ролик слушал причастие осипов ну говорит совершенно правильно что не часто говорит причащаться надо а состояние недостоинства своего чтобы вот это состояние как святые отцы нас учат недостоин ты но вот как раз ты будешь приходить как более с достоинством почему потому что мы принимаем тело и кровь господа мы вообще земля прах и пепел и в грешном этом состоянии пребываем это нужно постоянно осознавать ну а как осознавать писание читать толкование заниматься что мы и делаем должны учить этому ну и все он верно говорит но с другой стороны посмотреть то а что батюшки на приходах учат чаще исповедуйся причащайся ну так возникает вопрос алексей лично это же ваши ваши ученики то бывшие говорите правильно она выполняется ли и все правильно я не могу его слову как бы чем-то где-то ну сказать нет не чистота причастия а именно качество как тут златоуз говорит то есть состояние души твоей а чистота вот в современном мире мы видим что к чему приводит это беснуется просто вот кто наигнать техниче выходил там с миссионерских отделов а потом смотришь они на гитарах спарят рок-музыку вот молодцы какие в кавычках рок-музыканты а как ты рок-музыку играешь еще и причащаешься ты что достойно что ли подходишь к этому ну они видно какие они рок-музыка я просто эту отдельно как бы тему скажу я не то что слышал ее и слушал я сам был рок-музыкантом это чудовищное воздействие я знаю что это такое вокруг меня были музыканты которые самоубийством жизнь закончили дубовая роща название это группы в барнауле была наркоманы пьяницы прелюбодеи блудники это все в обнимку идет рок-музыка меня как-то господь сохранил от пьянства от женщин наркотиков я недолго там играл в студ-клубе вот и потом смотришь в миссионерский отдел с гитарой он приплясывает а танец это утонченный разврат говорит златоуст что ты хочешь с тем добиться да ничего просто беснование и все и блаженный фефелак говорит как музыка нечистая она наполняет наши сердца и этого духа вводит вводит духа одержимого так и божественное вот почему говорит апостол павел там псалмами песнопениями назидать что мы стараемся делать там песнопения божественные так мы наполняемся каким духом божественным а здесь рок-музыка это даже смотреть я посмотрел ничего себе думаю вот это ну конкретно дулевич я не буду таить ничего кого он может потом привести богах когда дергается с гитарой беснуется вот ну а причастие понятно да что правильно все сказано если нужно человеку это пожалуйста ну конечно же нужно людей готовить проповедовать им чтобы сердца и были вспаханы чтобы на добрую землю брошена была но когда говорят чаще исповедуйся причащайся тогда просто-напросто в тюму кромешную человека вводят это сердце не вспахано это твердые сердца они потом люди бедные болеют умирают и что угодно беснуются и виктор виктор в чем мотивация почему именно так настраивать людей чаще причащаясь от кого это исходит от кого исходит это подмена виталия считаю это нету возрожденности и вера только в то что вот он совершает он служитель алтаря и только у него спасение не то что там слове божие говорится на голгофе христос умер за меня а вот здесь она сосредоточена в этом и тогда вы прибегаете быстрее к нему и оно будет он так верит невозрожденный пастырь ну а за этим может быть и другое естественно что вы приходите ко мне почаще да а почему ну вот здесь вот же у нас и магазинчик но не говорит магазинчик это все к этому идет там и все другое может быть но главное что это невозрожденность пастыря я считаю а дальше там и сребролюбие и властолюбие и все что аминь вот оно любо начале и все все оно в обнимку идет если была возрожденность ну ну послушайте геннадия фаста да он конечно в этой системе его ну скажем как повредила но все равно он смотрите какое отношение у него к Игнату Тихоновичу он же обратился от него к слову божию его лекции настолько насыщены книги книги не каждый будет их читать потому что это богословие это верх уже но какие труды у него потом а почему рождение было свыше у него вот а это невозрожденность и отсюда все пошло уже дьявол сеет свои семена как как появится женщина благочестивая во это вы не от нас и прям выгоняют из храма это тоже такого такого вообще но есть такой моменты так пришла же помолиться женщина что мешает она а это уже на духовном уровне вражда отрекись от того то другого третьего и все такое ну понятно что там дьявол засел ложь и ложь только идет кто говорит ложь не спасется но такие невозрожденные они и говорят и отсюда вытекают последствия что многие из вас больны умирают ну да вот он этот бог Меркурий короче рулит бог торговли так же вот епископы напрягают священников у них есть такса ежемесячная это факт практически у всех священников вот и они даже не то что там они замечания не дерзают сделать там по поводу платков там брюк и так далее они молчат они только ласкают ласкают и вопрос такой а ты видел какого-нибудь пастыря возрожденного рожденного свыше но который потом потерпел кораблекрушение в вере был сломан там ну то есть епископ его сломал его и вот в коральку согнул и он стал просто его исполнять вот эти низменные корыстные так сказать послушания что ли ну лично как бы я так не знаком а в интернете в интернете может быть и можно таких найти да вот да есть конечно такие и просто царица царица царица-то какая там была опять у него поучение начинается опять и радиада беснуется побежали рассказали это он про тебя говорит ну и все и давай на него устраивать дубовый собор и прочее ну вот как бы так лично конечно не знаком я больше с невозрожденными сколько беседовал вот куда я к родителям приезжал и в завьялово когда вот еще сестра там не уверовала вот я беседовал с батюшками листики им давал вот когда книг еще не было листики на тихонечку газетные выпускал в барнауле ему клеменко владимир помогал в этом о крещении там подошел к этому батюшка вот крещение троекратным погружением да я вот согласен ну вот епископ ну вот видишь епископ опять же а другой да нет тут мне не было время прочитать да вот ну все правильно вдруг третий говорит там ну а александр он вот к теперешней заялостке оля туда ходит приход два раза ездил к нам в потеряевку все направлялось как бы слава богу я с ним беседовал занятия у них там вел даже рассказывал о миссионерских поездках как власть поменилась все я никуда не поеду только епископ послушает Севолода а он настроен против Севолода он всем ближайшим священникам около потеряевки запрещает туда ехать ну вот вера получается не в бога в епископа концерт на полтора часа там у нас закатил под гитару духовные песни да вот когда я приехал с миссионерской поездки расположение было просто господь сделал так я давай песнопение вот ольга там подпевает сестры там какие местного прихода я рассказывал я не знаю больше часа но это только мизер конечно это что там рассказать то так это быстро ну и то у меня более часа была беседа то есть был расположен ну вот все епископ боится и все ну чё нету возрождения можно можно в принципе сказать что здесь его поломали да но у него рождения то не было у отца Александра занятия самарянки тоже часа полтора наверное да да было я прям трехтомник ну этот первый том взял вот сестра принесла и говорю отец Александр есть толкование давайте почитаем да пожалуйста все он сам то не речистый но по учению он читал интересные он бывает Антония Сурожского Антоний Сурожский то это известный проповедник Шаргунова Шаргунова хорошее поучение хорошее но нужно же беседы вести по библии тоже вот когда дореволюционный журнал паломник было там было написано что беседы когда закончились вне богослужебные то нравственность народа упала куда на дно ну и видим какой народ революцию совершал вот все говорят те то и евреи виноваты да как то лес то на купола кто в гражданской воевал брат на брата сын на отца отец на сына руку поднимали если слово божие в сердце было вот это семя то никакое бы семя коммунизма не повредила бы тернии вовсе маленький пигмей большую страну сокрушил конечно это в промысле божьем естественно но люди уже были готовы принять ложь потому что не было вне церковных бесед нравственность народа упала на дно и сейчас вот тоже к сожалению это повторяется мы видим этот чат этот рулетка да и прочее прочее да просто молодежь школа я вот с интересом посмотрел фильм не знаю все ли его смотрели конечно ну может кто-то кому-то не нравятся такие но я сам учитель просто анализировал стрела называется короткометражный фильм молодежь ну там и учители а я сам учитель бывший смотрю как два раза его посмотрел и видно что будущее России какое да никакого нету просто другие придут и будут те которые чтят старших даже не православные мы были в Чечне там в Дагестане насколько там почтение мы несем эти коробки это в Чечне было девушка лет 18 выбегает у нас коробки выхватывает видит что старец Игнат Тихонович идет я говорю да нет вам тяжело мы донесем нам ничего вот нам нужно то 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 и она сейчас сейчас подсуетилась побежала прибегает библиотекарь ну уже женщина покрытая и та девушка покрытая там у нас совещание то 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 ну сейчас минуточку подождите там какой то даже то ли министр был мы куда то попали к ним ну у них в зале в отдельном приняли книги с радостью к Рамзану Кадырову в кабинет насколько почтение к старшим молодые люди идут по грозному ну Игнат Тихонович мне шутнул подойди пригласи ну я визиточки дал раз они взяли так с уважением с бородами небольшими ну они лет 18-20 может быть там пушок только бород то нет еще но и они в свою очередь тоже мне написали свой сайт и вот то 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 обменялись и все они так ну а в русских встретишь ну каково русские ой недружные русские вот здесь это видно что они дружные не во Христе вообще а вот какие то клубы по интересам да а вот турки объединены здесь вот я сколько вижу там другие какие то видно что они одеваются национальная одежда не все правда но одеваются смотришь такое платье в него ну и я уже их язык немножко как бы он на слуху кучкуются они вместе вот мусульмане дружно идут русские разобщены не везде может быть так но такое вот да ну вот еще какие вопросы спасти Христос слава Богу ну если нет то давайте на апостольское ощущение перейдем согласны согласны у нас сегодня апостольское чтение следующее второе коринфянам одиннадцатая глава с тридцать первого стиха по двенадцатую главу девятый стих тоже я предлагаю чтобы общая картина была да вот от слова Божия от этого отрывка предлагаю прочитать сначала его второе коринфянам одиннадцать тридцать один конец главы ну ну обычно начинается чтение братья да обращение ну а братья это их сестрам понятно по нового заметного братья бог и отец господа нашего иисуса христа благословенный во веки знает что я не лгу в дамаске областной правитель царя ареты стерек город дамаск чтобы схватить меня и я в корзине был спущен из окна по стене и сбежал его рук двенадцатая глава не полезно хвалиться мне ибо я приду к видениям и откровениям господним знаю человека во христе который назад тому четырнадцать лет в теле ли не знаю вне ли тела не знаю бог знает восхищен был до третьего неба и знаю о таком человеке только не знаю в теле или вне тела бог знает что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова которых человеку нельзя пересказать таким человеком могу хвалиться собой же не похвалюсь разве только немощами моими впрочем если захочу хвалиться не буду неразумен потому что скажу истину но я удерживаюсь чтобы кто не подумал о мне более нежели сколько во мне видит или слышит от меня и чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений дано мне жало вплоть ангел сатаны от меня чтобы я не превозносился трижды молил я господа о том чтобы удалил его от меня но господь сказал мне довольна для тебя благодати моей ибо сила моя совершается в немощи и потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами чтобы обитала во мне сила христова и толкование и блаженного феофилакта 2 коринфянам 11 31 бог и отец господа нашего иисуса христа благословенный во веки знает что я не лгу толкование ничего из прежде сказанного он не подтвердил здесь же подтверждает и удостоверяет может быть потому что то что то что он сказал здесь совершилось давно и было не так ясно а прежде рассказанное как например скорби и тому подобное было известно коринфянам минутку жанна закрой пожалуйста 32 стих в дамаске областной правитель царя ареты стерег город дамаск чтобы схватить меня и я в корзине был спущен из окна по стене и избежал его рук толкование смотри как сильна была борьба если из-за него начальник стерег город правитель народа конечно не поступил бы так если бы ревность павла не воспламенила всех ох ревность павла какая была когда он в антиохии проповедовал а больше всего заслуга говорит златоуст это павла была ну там в антиохии павел варнава были вдвоем они но павел конечно более постарался то там ученики стали называться христианами вот откуда у нас начало антиохия вот это наверное сейчас сирия да современная антиохия ну дамаск это сирия да антиохия тоже наверное вот оттуда все это зародилось название христианин арета был тесть ирода убежал исполняя закон господа ибо и господь переходил из места вместо себя самих не должно подвергать искушением там же где бедствия неизбежны должно полагаться только на бога и от него просить и ожидать избавления а когда искушение не посильно должно изыскивать и свои средства но и в этом случае должно все относить к богу как и то что апостол спасся в корзине хотя он и сильно желал быть со христом но он любил также спасение людей берег себя для проповеди вот в житиях тоже известно там апостол иоанн у него ученик не помню как там звали ученика но что нужно отсюда бежать апостол иоанн господь ему открыл это из этого дома они выбежали и все рухнуло то есть конечно разные средства ко спасению и в таком случае тоже надо понимать что это господь так делает бегите господь говорил он сам его назвал великий беглец господь был в египет бежал ну и вот в истории известно тоже когда здесь гонения здесь я имею ввиду в россии вот еще привычка говорить что здесь как бы я нахожусь в россии да начались то церковь большая часть миллионы сколько было вот иммигрантов и бежали организовали там эту зарубежную церковь и это было согласно слову божьему потому что не все могут эти гонения вытерпеть а потом приходилось слышать от тех священников которые были под властями что вот вы туда бежали вы там трусы и прочее ну бред просто конечно что вы предатели вдруг оказались они предателями зарубежной церкви сейчас вот здесь приход сарбрюки не очень большой там с местным настоятелем отец Дмитрий знакомы вот учится в академии он он знает и потеряевку отца ну не лично конечно просто знаком вот и довольно большой приход ну там более благочестие конечно наверное только одну я женщину увидел вот последний раз когда мы были чтобы без платка женщины благочестиво одеты конечно не так как свято-анфимовская крестово-звежеская общая но есть и такие кстати то есть платья почти до пола а в этих приходах которые во франции здесь конечно сильное отступление итак комментарии Игнать Тихоновича небольшие сегодняшний священнослужитель знает свою цену если меня не будет так умрете в грехах у вас некому будет вести богослужение некому будет отпевать вас покрестить ваших детей и батюшку берегут для треб но не для проповеди проповеди он и сам боится еще скажет что-то не так да бывает такое скажет когда Игнать Тихонович беседовал с отцом Александром Менем ну и началась же перестройка это беседа у них была где-то 90 или 90 я не помню точно какой год перестройка уже шла и Игнать Тихонович говорит вот бы сейчас священникам эфир предоставить и да отец Александр да вы что говорит а не такого петуха там наговоря так с юмором сказал что такого на горой ну конечно единице на такое большое пространство в России ну когда слышишь благую весть о Христе радуется сердце вот отец Андрей Скачев вот отец Владимир Головин хотя конечно не со всеми согласен что вот там много говорят от ума естественно но есть есть вот это семя Слово Божие Олег Стеняев тоже ну мало это по пальцам только перечесть можно очень мало на такую огромную страну поэтому господь из Мирян воздвигает и Игнатий Тихонович Лапкин и на Урале фамилия забылка кстати я его не слышу сейчас в интернете не видно Миринги Масленников Масленников тоже да хотя он много там Игнатия Мричнинова представляет ролик да но он его не задушили я даже не знаю его душили душили и видимо еще не задушили как в фильме знаешь собачье сердце мы говорим душили душили ну да конечно господь мы знаем слова богословские труды Сергия Строгородского хотя было конечно соглашательство при его патриаршестве с безбожной властью ваши радости наши да там и прочее но у него есть богословские труды он говорил что в особый период бог воздвигает мирян которые имеют такой ну харизматический дух такой да то есть богом движимы у бога всего много его не надо ограничивать мы видим что проповеди у протестантов есть правильные слова есть правильные проповеди да ярл пейстей насколько говорил по евангелию и это по-моему до сих пор да любимый проповедник гнат тихонич он его и распространял и в наших общинах и я его конспектировал много он ссылался ярл пестин на древних отцов он говорил что у древних отцов а кто не говорил то есть как он может он уже православие принял тайны кто его знает да свои может быть его бы и задушили если бы открылся ну не знаю это я уже так мысли вслух может это и не так вообще но у него 10 детей и все проповедники как можно было так это сделать но как-то вопрос задавали вот древности как можно было так детей воспитать что они шли на мучения естественно что занимались словом божиим праздное время не проводили да молитвами но собственный пример был настолько ярок родители ну или даже мать одна она жила христом она так его любила она ничего больше не было у нее все почитала за мусор когда вот эта женщина бежала в храм помните Анфима некомедийского житие так воин останавливать сжигать же будут его ну и что мы же на небе будем и с сыном я буду на небе это фанатизм но не слепой это фанатизм то есть желание умереть за христа ну и конечно же сейчас настолько разжиженность разжиженность мирян пастырей слово божие не слышно и должным образом как это и было как лесков писал да так но есть еще какие дополнения вопросы брат Сергей пишет так а вот антиохия на территории современной Турции вопрос это Сирия это Сирия да это восточное побережье Средиземного моря она Турции не принадлежит Турции принадлежит там северо-восток мы тоже были в Турции страна на карте небольшая едешь и едешь тысяча с лишним километров проехали это расстояние гигантские если в Европе брат Сергей задает есть есть у нас два прихода антиохийские хоромейские и сирийские у нас в моем городе да вот вопрос только у нас антиохийская перешла под католичество они под папой то есть они только именуются антиохийские ортодоксы а внутри все по-католический они подчиняются папе ну папа им помогал дал землю в центре города уни соглашательство с папой значит понятно ну кто бы им деньги дал православных тоже было подобное униаты да и сохранились до сих пор вот вопрос если в Европе государственный закон о защите от семейного насилия ну во Франции законы я не в курсе а есть специальные службы туда даже можно звонить и в газетах этой информации что если насилие от мужа но как ни странно есть и случаи когда мужья страдают от жен феминисток и в этом случае рассматривается можно позвонить как уж они там помогают не знаю а законы есть там Германия что скажет у вас есть такое вы что побольше там живете есть такое только если идет разделение семьи детей суд смотрит на рассмотрение не так как в России то есть все матери детей дают матери суд рассматривает и мнение детей то есть может так получится что детей разделят или отдать всех или отдадут всех отцу и мать еще будет выплачивать отцу алименты вот как если мать никакая кстати во Франции подобное тоже есть и вот когда когда мы жили вот у мамы у тещи и там под нами жил Путуф Путуф амилия я в шутку говорил Путин вот и он видно разведенный но приезжала жена и дочку привозили сколько-то по времени он мог своей дочкой находиться потом все время это заканчивается он снова отдает жене то есть настолько гибкая конечно система не знаю хорошо не хорошо это я уже говорю но такого нет что не все не увидишься там с детьми но а чего только здесь нету узаконено и это кстати на курсом это нет